Ни для кого не секрет, что парфюм – это больше, чем просто приятный аромат. Он обладает уникальным свойством перемещать нас во времени и в пространстве. Всего лишь пара знакомых нот, и мы наполняемся воспоминаниями. А память показывает нам невероятные детали. Парфюм – это уникальный источник вдохновения. Фаберлик создает не просто особенные ароматы. Каждая новинка – это захватывающая история и легенда. И прямо сейчас мы предлагаем узнать, какая парфюмерная история ждет нас в этом сезоне. О чем она? В какие далекие страны, а может быть даже цивилизации она нас перенесет? Мы с нетерпением ждем на этой сцене бренд-директора направления парфюмерия Натану Кишкинину! Добрый вечер, дорогие друзья! Как радостно видеть вас! Как много знакомых лиц и даже уже родных людей! Как тепло от ваших улыбок! И как приятно было увидеться со многими из вас сегодня! Поехали, обняться! Всех, кого еще не успела лично обнять, обнимаюсь сейчас мысленно, крепко-крепко! Тема сегодняшней конференции – люди, которые вдохновляют. И для меня, безусловно, это вы! Со многими из вас мы подписаны друг на друга в социальных сетях. Я с огромным удовольствием слежу за вашими новостями, смотрю истории. И я не устаю восхищаться, с какой любовью вы рассказываете о наших продуктах, сколько энергии вы транслируете, и как своим собственным примером вы вдохновляете свои команды на рост, успех и развитие. Большое спасибо вам за то, что каждый день дарите вдохновение! В пользу этого случая я еще хочу поблагодарить за вдохновение коллег из офиса «Фаберлиф», которые тоже сегодня в этом зале. Неважно, какой напряженный день, сколько задач предстоит еще сделать, стоит с кем-то пообщаться, вдохновиться энергией, вдохновиться, наполниться энергией, и можно дальше идти и просто сворачивать горы, ведь «Фаберлиф» — это действительно настоящая семья, где царит атмосфера поддержки, дружелюбия и красоты. И, коллеги, большое вам спасибо за вдохновение тоже! И есть еще один особенный человек, который вдохновляет просто до небес, может быть, даже больше. Он учит быть смелыми в мечтах, он учит ставить большие цели, именно он вдохновляет на реализацию масштабных, амбициозных проектов. Конечно же, это человек, благодаря которому мы с вами встретились, познакомились и делаем одно большое дело. Это основатель компании «Фаберлиф» — наш любимый Алексей Геннадьевич. И мне уже не терпится вам рассказать о тех самых грандиозных проектах, которые мы реализовали и очень ими гордимся. Вы, конечно, заметили, что за прошедший год в большинстве каталогов, в наших каталогах, был представлен неполный ассортимент парфюмерии. Да, и мы часто в обратной связи получали от вас вопросы. Ну, неужели вы сняли с производства калория? А ума филипча еще появится в продаже или нет? И когда будут фрукти-сторием? Начиная со всеми каталогов, парфюмерный ассортимент постепенно возвращается в своем полном объеме на постоянной основе. Дело в том, что произошло одно очень значимое событие в парфюмерной индустрии. И оно произошло благодаря «Фаберлиф» и нашим партнерам. Чтобы продолжать вас радовать любимыми ароматами, нам необходимы были бесперебойные поставки флаконов, при этом в больших количествах. Вы, конечно, знаете, что раньше все флаконы мы производили в Европе, но за прошедший год из-за роста цен на энергоносители, во-первых, сами цены на флаконы просто подскочили до немыслимых высот, во-вторых, заводы не работали в полном объеме, поэтому образовались очереди из компаний заказчиков, таких как мы, и были постоянные задержки от грузов флаконов, и они производили их в таких количествах, которых нужно. А на территории России и близлежащих стран таких производств просто не было. Ведь производство флаконов для парфюмерии – это такое особое, эгидное направление стекольного дела. И флаконы должны соответствовать очень высокому качеству стекла. К тому же флаконы настолько маленькие, если сравнить, да, со стеклянной тарой в пищевой промышленности, например, с бутылками для воды или за банками, что такие малюсенькие флакончики требуют особой сложной технологии. Но вы знаете, что для Фаберлик нет ничего невозможного, и, вовремя судеб, мы познакомились с высокопрофессиональной командой стекольного завода «Свет». Вы знаете, они оказались людьми очень низкими по духу людям в Фаберлик. У них так же горят глаза, они ставят большие цели, и они готовы реализовывать самые вероятные, амбициозные проекты. Так вот, специально для Фаберлик, для того, чтобы мы продолжали вас радовать ароматами, Компания «Свет» открыла первый на территории стран СНГ специализированный цех по производству флаконов. И этот флаконный проект, представляете, мы реализовали всего за 9 месяцев. И вы не представляете, какая уникальная по своему масштабу работа была проведена. Все начинались с переговоров, обсуждений, дальше цифры, планы, прогнозы, чертежи. Чертежи цеха, чертежи оборудования, производственных линий, многочисленные чертежи самих флаконов. И вот завод «Свет» построил отдельный, огромный цех. Поставил, установил новое высокоскоростное оборудование и разработал специальную формулу стекла, именно парфюмерного стекла, который отличается особой чистотой и прозрачностью. В итоге мы получили стекло премиум-класса, уровень которой соответствует упаковке мировых производителей для люксовой и нишевой парфюмерии. Стекло был открыт в начале лета этого года. И уже пятый месяц вы получаете ароматы во флакончиках, которые произведены именно в этом цехе. И каждый год в этом цехе будет производиться более 40 миллионов единиц флаконов. Мы очень хотим поделиться с вами этим радостным событием, разделить с вами атмосферу торжественного открытия, чтобы вы заглянулись в церковь, в самое сердце того, где рождаются наши флаконы. Это поистине фееричный и яркий процесс. Давайте вместе посмотрим ролик с открытием этого цеха. Бывают такие проекты, которые сразу складываются удачно. Быстро начинаются, быстро развиваются и дают отличные результаты. Это как Любожь с первого взгляда. Наш проект с компанией «Свет» по производству флаконов именно такой. И он очень в духе предоставлен. Сегодня мы запускаем не просто производство, а в принципе, уникально для всей федерации. Проект импортозамещения производства флаконов на территории России. Самый интересный момент – от рождения идеи трубоплощения до 9 месяцев. Конечно, за ими кажущейся легкостью и бутростафой огромный труд, профессионалист и энтузиазм. Это отличный пример сотрудничества между российскими производителями. Новое современное оборудование, которое позволяет производить качественную пластиную результат. Сегодня открылся первый в России специализированный цех по производству флаконов. Мы не пришли на рынок на один день, мы пришли на долгие годы. Благодаря компании «Фрагерлик» мы можем реализовать наши производственные мощности в полной. Возможность создать что-то вечное и оставить свой след в истории, согласитесь, не может не вдохновлять. И я вам сейчас расскажу, как это удалось сделать нашей команде. На мировом парфюмерном небосводе зажигаются и газные звезды, исчезая навсегда. Как много ароматов, любимых публикой, были сняты с производства по разным причинам и утеряны навсегда. Чтобы защитить наследие индустрии, была создана «Осмотека». Это организация, которая поставила перед собой цель сохранить для будущих поколений, для потомков лучшие образцы парфюмерного искусства. «Осмотека» была создана в 1990 году в Версале, под Парижем. И сейчас в коллекции «Осмотеки» около 5000 ароматов, 900 из которых уникальных, так как можно их послушать только в этой уникальной сокровищнице парфюмерии. Каждый год не более 100 ароматов могут попасть в эту коллекцию, они тщательно отобраны. И в этом году этой честью удостоен «Фаберлик». В коллекции «Осмотеки» теперь более 30 наших ароматов, которые получили международное признание и были высоко оценены комиссией заслуженных парфюмерных экспертов. Среди этих ароматов всеми любимые «Буртужур», «Восьмой элемент», «Викинги», «Валькирия», «Мурмур», «Офиликсенсуэль», «Донна и Омаферичи», «Вандаватюр» и еще пару десятков наших ароматов. И теперь вы по праву можете гордиться, что ваши коллекции – настоящие жемчужины парфюмерии, которые останутся в мировой истории навсегда. Давайте посмотрим на его приветствие из Версаля от президента «Осмотеки». Играет музыка «Буртужуия и увы» «Буртужуия» «Буртужаев», в об但оне он участвует кмин媽 assessment. Играет музыку «Буртужуия» « 복 csakсенсуэль» Этот взгляд мне усилены в Буртужу people «Буртужуия» «Осмотеки» «Буртужуия» «Буртужуия» Музыка в мире, который был создан в десятилетие годы, по парфюмерам и группе парфюмеров, которые у них были идеи, как в эфире Ген Керрио, были идеи, мы говорили много о парфюмерах, которые были представлены в парфюмерах. Музыка в мире, мы получили парфюмеры, и сегодня мы пригласили парфюмеры парфюмеры, которые помогут эту парфюмеру, чтобы оборудовать события, оборудовать виды парфюмеры. Музыка в мире, и мы получили парфюмеры, чтобы мы получили парфюмеры, и сохраняем наше коллекцию, что в 10, 20, 30 лет, кто-то будет создать «Ледон Леон» от Фапюрабин будет создать в Аосталии. Каждый аромат – это история, созданная вдохновлять. Сначала мы разрабатываем новинки, вдохновляясь вами. Затем вы делитесь своими любимыми продуктами с окружающими, воодушевляя всех вокруг. Вы знаете, у нас с вами получается такая непрерывная цепочка добра, и если подумать, она превратилась в целую масштабную миссию внести в мир вдохновение, радость, счастье, добро и, конечно же, любовь. С большим удовольствием представляю вам налилку 16-го каталога, аромат, который вас побудит наполнить жизнь новыми приключениями и путешествиями. Для каждого человека в жизни возникает такой момент, когда он думает, «Я могу больше! Я достоин больше! Я способен на большее!» и это его побуждает отправиться в путешествие. Да, полные трудностей и сложностей, но которые сулят заслуженную победу. Именно с такого внутреннего зова началось путешествие, которое легло в основу идеи нашего нового аромата под названием «Артефакт». Артефакт – это аромат про плавные приключения всей жизни, которая требует неюжинной храбрости, но которая сумеет безграничные возможности каждому, кто осмелится на него. Пусть артефакт станет вашим бесценным омлетом, который укажет путь к достижению любой цели. Внимание на экран! Пусть арка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok